Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу с вами поделиться превосходным рецептом праздничной Пасхи. Выпечка получается пышной и воздушной, а текстура пористой и волокнистой. Пасха долго остается мягкой и не черствеет. И, конечно же, такая Пасха выходит невероятно ароматной и очень вкусной. Для замеса теста понадобится 2 вида муки. Я взяла 230 граммов самой обычной муки с уровнем белка 10,3 и 350 граммов сильной муки манитоба. У меня вот такая. Здесь белок 12. Обычную муку добавляю к сильной. И хорошо перемешаю. Готово! Можно ставить опару. В глубокую миску выливаю 200 миллилитров теплого молока. Всыпаю столовую ложку сахара и 20 грамм прессованных дрожжей. Для замеса теста на Пасхи я рекомендую использовать именно прессованные дрожжи, потому как замес теста идет дольше и выстаивается, конечно, оно дольше. Очень важно, чтобы тесто не перекисло. Хорошо размешаю венчиком. Всыпаю 5 столовых ложек муки от общего количества. Замешиваю опару. Вот такая по консистенции она должна получиться. Накрываю пищевой пленкой и оставляю в теплом месте для подъема примерно на 40 минут. Вот такая воздушная и пузырчатая получилась опара. Так как руками вымешивать это тесто неудобно и очень долго, я буду делать замес кухонной машиной. Перекладываю опару в чашу миксера. Добавляю 2 целых яйца и 3 желтка. 1 четвертая чайной ложки соли. Сахар. Пакет ванильного сахара. И цедру одного апельсина. Перемешаю до однородности. У меня на миксере 6 скоростей, работаю на второй скорости. Добавляю муку. Всыпаю практически всю. Оставляю в миске буквально 2 столовых ложки. Начинаю замес теста. Делаю это также на второй скорости. Тесто остается довольно мягким, поэтому высыпаю оставшуюся муку. И продолжаю замес теста. После того, как тесто вобрало всю муку, вымешиваю на протяжении 5-7 минут. Следующим этапом, в несколько приемов, ввожу сливочное масло комнатной температуры. Вмешиваю на невысокой скорости. Это тесто также можно заместить руками, но процесс вымешивания займет немного больше времени. Следующую порцию добавляю тогда, когда предыдущее полностью соединилось с тестом. После того, как сливочное масло полностью соединилось с тестом, продолжаю вымешивать на протяжении 15-20 минут на небольшой скорости. Тесто хорошо вымешано. И оно практически не прилипает к рукам. Вот такое слегка липкое осталось. Вышло оно очень эластичным. И вот такое глютеновое окошко у вас должно получиться. Смазываю руки растительным маслом. И перекладываю тесто в отдельную миску. Донышко и бока миски обязательно промажьте растительным маслом. Кладу тесто. Накрываю пищевой пленкой. И оставляю в теплом месте для подъема примерно на полтора часа. Для начинки я буду использовать изюм. Его необходимо подготовить заранее. 120 грамм изюма я залила 70 миллилитров коньяка. Настаивала целую ночь. После чего отбросила на сито, чтобы ушла вся лишняя влага. Вот так превосходно поднялось тесто за полтора часа. Достаю из миски и делаю обминку. Возвращаю в миску. Накрываю пленкой. И оставляю в теплом месте для подъема. Еще на один час. Вот так превосходно поднялось тесто во второй раз. Совсем немного смазываю рабочую поверхность растительным маслом. Выкладываю тесто. Смотрите, какое оно пористое и воздушное. Оно все в воздушных пузырях. Слегка вот так расправляю. И выкладываю изюм. Дальше вот так складываю тесто. И вмешиваю изюм. Можно разделять тесто по формам. Для выпечки я буду использовать вот такие формы. Из силиконизированной бумаги. Размер этой формы 110 мм на 85. Она 300 граммовка. Но я зачастую кладу немножечко больше теста. Я отвесила 350 граммов теста. Немного смащиваю руку растительным маслом. Чтобы мне было удобнее сформировать красивую гладкую шапку. Если на поверхности появился изюм, прячьте его под низ. И опускаю в форму. С одного замеса вышло 2 паски по 350 граммов. И 3 паски по 250 граммов. Накрываю пленкой и оставляю для подъема в теплом месте. Примерно на полтора часа. Если у вас на кухне холодно, тогда поставьте паски для подъема в духовку. Режим подогрев вверх-вниз. Температуру установите около 25 градусов. Этого будет достаточно, чтобы тесто хорошо подымалось. Просто превосходно поднялось тесто. Отправляю паски выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов. Примерно на 30-32 минуты. У меня электродуховка. Выпекаю на режиме вверх-вниз. Без конвекции. Я достала паски из духовки. Только посмотрите, какие красивые и гладкие шапочки получились. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Прокалываю посередине. Шпажка должна быть абсолютно сухой. Это означает, что тесто прекрасно пропеклось. Оставляю до полного остывания. И, конечно, покажу, какая же выпечка вышла внутри. Пасочки остыли. И теперь хочу показать, какие же они внутри. Выпечка получилась очень мягкой и нежной. Только посмотрите, какая красивая, пористая и волокнистая паска получилась в середине. Изюма в середине довольно-таки много. Также, по желанию, вы можете добавить цукаты, либо же другие вяленые ягоды. Сверху паски покрываю глазурью на белом шоколаде с добавлением желатина. Приготовить ее очень просто, застывает быстро, поверхность становится матовой и не липкой. Ну а видео с подробным приготовлением вы сможете посмотреть на канале моей свекрови Галины Ивановны. Выпечка и кулинария. Ссылочку я оставлю в верхнем углу видео и также в описании под видео. Переходите, смотрите и обязательно готовьте. Посмотрите, как прекрасно застывает эта глазурь. Она становится полностью матовой. И абсолютно не прилипает. С таким покрытием очень удобно хранить паски. Их можно сложить в один большой контейнер, либо же запаковать в пакетики. И вы будете уверены, что нигде ничего не прилипнет. И сейчас хочу показать, какая же паска получается в разрезе. Вот такая воздушная и пористая выпечка получается внутри. И, как вы видите, довольно-таки много изюма. Глазурь прекрасно стабилизировалась, отлично держит форму и при разрезании не тянется за ножом. Пасхальная выпечка по этому рецепту получается просто превосходной. Пористой, волокнистой, воздушной и, конечно же, очень вкусной. Паска долго остается мягкой и не черствеет. Попробуйте их приготовить по моему рецепту. Уверена, вам обязательно понравится. Ну, а я вам желаю приятного аппетита, успехов в приготовлении вкусной выпечки. Всем удачи! Всем пока!